Строительство нового военного комиссариата было запланировано еще пять лет назад. В столице региона возводится не просто отдельное здание, а большой комплекс, отвечающий всем необходимым стандартам. Стройка идет полным ходом. На территории уже полностью возвели административное здание. Сейчас продолжается возведение верхних этажей будущего общежития. На данном этапе мы выполнили около 50% всей работы. Тут также административное здание сборного пункта, административные помещения, гостиницу и столовую. Основные у нас четыре объекта. Помимо этого, мы закончили строительство контрольно-пропускного пункта номер один и номер два у нас идет строительство. По сборному пункту мы закончили наружные самонесущие стены. Также выполнены все внутренние перегородки, устройства канализации, проложили воду. Отопление, а также монтаж слаботочных систем у нас. На проект выделено свыше 450 миллионов рублей. На территории в 2,5 гектара задействовано свыше 30 рабочих и 10 единиц тяжелой техники. Здесь предусмотрено два здания. Парковка, пищевой блок, медпункт и даже отдельная мойка. По всей территории будут установлены контрольно-пропускные пункты. Военный комиссар лично курирует строительство будущего военкомата. Шахты, лакры, нитышка. Также канализацию проложили в воду. И стояки стоят на... Необходимость строительства нового военного комиссариата назрела давно. Ведь нынешнее здание, взятое в аренду на безвозмездное пользование, не соответствует военно-секретным требованиям. Ко всему прочему, старый комиссариат находится в предаварийном состоянии. Здание, скорее всего, дало осадку. И вот мы с вами видим на втором этаже, идет по всему периметру, видите, коридор, идет трещина. Ну и, естественно, там в кабинетах идут трещины. То есть, небезопасно. Поэтому, конечно, после того, как мы уже будем переселяться, мы здесь будем делать ремонт. И уже военный комиссариат города Назран-Назранск района будет уже здесь размещаться. Закончить строительство планируют до конца этого года. Сейчас выполнено свыше 50% всех работ. Новый районный военкомат сможет одновременно вмещать более 100 призывников. Идрис Ижиев, Асхаб Белокиев, Новости 24.